всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 27 января и вот я показывала вам что 23 января я сделала свои первые посевы томатов это посевы не массовые это для получения супер раннего урожая для выращивания в теплице в теплице с подогревом подогревом грунта и воздуха я закрыла пленочка и говорила что не буду не поливать не заглядывать три дня потому что раньше чем через три дня всходы не появится а так как я сеяла сухими семенами я вам сказала что даю им 7 или 10 дней что они через неделю или через 10 дней должно показаться вот прошло три дня первый раз я сегодня утром открыла пленку и увидела очень удивилась увидела что через три дня показались уже всходы меня не удивило что мои показались вот видите сейчас покажу вам вот они петельки значит пленку нужно сразу убирать немедленно чтобы они ну вы понимаете сырость вот он видите лезет первый ринет появился вот первый челнок появился рекордсмены по всхожести и что меня очень удивило видите вот еще маленькая зеленая петелечка как вы думаете это бета которая магазинная которые тоже были сухие семена сухие сухие маленькие крошечные такие темненькие какие-то замученные она тоже взошла и про бету я уже прочитала много таких положительных откликов комментариев от людей говорят что многие используют для получения раннего урожая вот одна зрительница сказала что у них соседка выращивает именно бету для получения раннего урожая для продажи ранних томатов что ни у кого еще нет томатов она уже ведерко несет на рынка спел на рынок спелых томатов бета и вот бета действительно оправдала себя она в числе первых рекордсмен по всхожести вот три сорта у меня ринет челнок и бета зашли в первую очередь видите что здесь я ни разу не открывала трава сорняки такие под пленкой им было тесно косые перекошенные для чего снимаю это видео для новичков запомните как только появятся первые петельки даже одна даже в одном ряду если одна петелька вот как моя вот это нужно пленку которая создает увлажнение мешает влаге испаряться нужно ее немедленно снимать потому что растениям нужен воздух нужно проветривание по состоянию грунта моего вы видите что по-прежнему рыхлый и не было тут никакого полива видно что по краям вот где пленочка заканчивается видите уже подсохла если бы пленки не было то грунт вот такой вот сухой была бы поверхность но так как пленка у меня лежала поверхность влажная рыхлая воздухонепроницаемая мне кажется моим семенам очень нравится этот грунт сейчас три дня прошло и сейчас по вот еще один по одному начнут к еще один так батяня вылез он то и не нужен как раз такие ранние сроки но назад его не запихнешь батяня тоже вылез хотя его я тут просто на пробу засунула чтобы дать вам сравнить как выглядят толстоногие и длинноногие сорта вот эти тонконогие все запомните появились сходы пленку убираем и теперь следим за влажностью грунта я не поливаю не сейчас через три дня не буду поливать ни через пять дней не через шесть сейчас им влага не сильно нужна если они уже взошли проклюнулись значит внизу там нижних слоях влаги достаточно потом когда подсохнет не раньше чем через неделю я покажу вам в каком состоянии должен быть грунт чтобы сподвигнуть меня на полив поливаю очень умеренно особенно на ранних стадиях вы понимаете что у них еще не корней ничего еще нет они еще не пьют у них еще не чем пить им достаточно той влаги сейчас вот этот росток он практически живет только на той силе которая заложена в семени вот сколько в семени сил заложено вот этот росток и растет вы понимаете еще нет корней не нужна им вода каждый год говорю об этом убеждаю не переливайте свои сеянцы на ранней стадии не раз не разводите сырость не разводите плесень не давайте шанса черной ножки корневым гнилям появится у вас в лотке пусть все идет своим чередом все до свидания первые сходы появились через три дня это очень хорошо это знак того что увлажнения там достаточно раз семена за три дня уже и набухли и проклюнулись проснулись проклюнулись вылезли хоть они не все но вот эти первые это уже индикатор того что здесь все нормально все до свидания сегодня завтра и послезавтра 27 28 29 благоприятные дни кого это интересует для посева томатов баклажанов перцев всего-всего-всего кто соблюдает лунный календарь кто не соблюдает то можно сеять в любой день но я каждый год так уж сложилось что я 27 28 29 высеваю перцы для выращивания в теплице не с подогревом а вам ну как без подогрева грунта обычная теплица которая немножко подогревается электрообогревателями сегодня я буду сеять перец перцы поздние спелые перцы которым нужно очень много времени чтобы вызреть это ромира это колокольчик острый вот такие перцы или в это же время можно посеять я всегда сей калифорнийское чудо например там какие-то толстостенные такие крупноплодные чтобы они весь весь урожай нам успели отдать нужно их посеять пораньше так что сегодня 27 января у меня посев перца